За кулисами блестящего мира кино и театра часто скрываются драмы и трагедии, о которых не подозревают миллионы поклонников. Судьбы актеров, чьи образы мы помним с детства, порой оказываются полны неожиданных поворотов, взлетов и падений, неразгаданных тайн и горьких разочарований. В этом ролике мы вспомним истории пяти замечательных актрис, чьи жизни оборвались слишком рано, оставив после себя множество вопросов и неразгаданных загадок. Елена Майорова – трагическая судьба актрисы, горевшей на сцене и в жизни Елена Майорова – звезда российского кино и театральных подмостков, оставила неизгладимый след в сердцах зрителей и коллег по сцене. Родившись 30 мая 1958 года в Южно-Сахалинске в рабочей семье, Елена с детства тянулась к искусству. Уже в третьем классе она начала заниматься в театральной студии при Дворце пионеров, мечтая о блистательной карьере на сцене. Однако путь к успеху оказался непростым. После неудачной попытки поступления в театральные вузы Москвы, Елена поступила в строительное профессионально-техническое училище, которое окончила с красным дипломом по специальности «изолировщица труп». Но мечта о сцене не покидала ее, и в 1976 году она наконец поступила в Государственный институт театрального искусства. Театральная карьера Майоровой началась на сцене театра «Современник», а затем она стала одной из ведущих актрис МХАТа имени Чехова. Ее дебют в кино состоялся в 1981 году в фильме «Вам и не снилось», после чего Елена завоевала любовь зрителей в таких картинах, как «Одиноким предоставляется общежитие», «Забытая мелодия для флейты» и многих других. Личная жизнь актрисы была насыщенной и порой противоречивой. Ее первый брак с сокурсником Владимиром Чеплыгиным закончился быстро, и вскоре она встретила любовь всей своей жизни – художника Сергея Шерстюка. Их отношения были полны мистики и страсти, и, несмотря на все испытания, они оставались вместе до самого конца. Елена Майорова была не только талантливой актрисой, но и человеком с глубокими переживаниями. Она страдала от депрессии и пристрастия к алкоголю, которое порой усугубляло ее состояние. Несмотря на это, она продолжала работать, отдавая себя без остатка каждой роли. Особое место в ее жизни занимали две роковые роли – Глафира в сериале «На ножах» и Тойбери в спектакле «Тойбери и ее демон». Эти роли словно оживали в ее душе, оставляя глубокий след и, возможно, предвещая ее трагический уход. 23 августа 1997 года случилось непоправимое. Елена Майорова погибла при загадочных обстоятельствах, оставив за собой множество вопросов. Официальной версией стало несчастное истечение обстоятельств – случайное возгорание платья, пропитанного керосином. Однако многие ее друзья и коллеги до сих пор задаются вопросом, не было ли это криком о помощи, которым она пыталась выразить свою боль и отчаяние. Елена Майорова ушла из жизни в возрасте 39 лет, оставив после себя светлую память и множество неразгаданных тайн. Ее судьба – это история женщины, которая горела на сцене и в жизни, не жалея себя, и ушла словно факел, оставив за собой яркий, но трагический след. Эта трагедия потрясла не только поклонников актрисы, но и весь театральный мир. Елена Майорова была не просто талантливой актрисой, но и символом целой эпохи, человеком, который умел проживать свои роли до конца, вкладывая в них всю свою душу и сердце. Ее уход оставил место для размышления о том, как важно вовремя замечать и поддерживать близких людей в их трудные моменты. Судьба Елены Майоровой наполнена мистическими совпадениями и загадками, которые до сих пор будоражат умы ее поклонников. Ее отношения с Сергеем Шерстюком, который пережил ее всего на несколько месяцев, были полны любви и преданности. Их общая могила на Троекуровском кладбище с простым деревянным крестом и двумя фотографиями это еще одно подтверждение их нерушимой связи. История Елены Майоровой – это история о силе искусства, о том, как роль может стать частью души актера, и о том, как важно находить баланс между работой и личной жизнью. Ее жизнь и творчество навсегда останутся в памяти как символ преданности искусству и стойкости духа. Возможно, судьба Елены Майоровой – это еще одно напоминание о том, как важно поддерживать друг друга и замечать знаки, которые подают нам близкие. Ведь как бы то ни было, за каждым ярким светом может скрываться глубокая тень, и важно вовремя увидеть ее, чтобы не потерять тех, кого мы любим. Ее история – это не только рассказ о трагедии, но и о силе, таланте и любви, которые она несла в этот мир. И пусть ее звезда угасла рано, свет, который она оставила, будет гореть в сердцах ее поклонников и близких еще долго. Вера Ивлева – комедийная актриса, оставшаяся в тени своих ролей. Вера Ивлева, известная зрителям по ярким эпизодическим ролям, стала одной из тех актрис, чьи образы запоминаются навсегда, даже если имя остается в тени. Родившаяся в 1943 году в семье с простыми корнями, Вера вместе с братом-близнецом Александром с детства мечтала об актерской карьере. Несмотря на неудачи на первых порах, Вера проявила настойчивость и поступила в училище имени Щепкина с третьей попытки, в то время как ее брат оставил мечту об актерстве. Учеба в училище стала для Веры настоящим триумфом. Ее комедийный талант покорял однокурсников и преподавателей, а ее постановки собирали полные залы. В 1967 году она окончила училище и начала свой путь в театре. Работая в Московском областном театре имени Островского и театре миниатюр, а затем в Ленкоме под руководством Марка Захарова, Вера оставила заметный след в театральной среде. Кинематографическая карьера Ивлевой началась еще во время учебы, но ее роли были настолько малы, что ее имя редко упоминалось в титрах. Однако именно в фильме «Сказка о царе Салтане» ее яркая роль ткачихи сдала заметный. Вера Ивлева особенно запомнилась зрителям в роли Фима Собак в фильме «12 стульев» Марка Захарова. Хотя в жизни Вера была скромной и нерешительной, на экране она воплощала смелых и уверенных в себе персонажей. Личная жизнь Веры Ивлевой была полна испытаний и непростых решений. Ее первый брак с военным завершился разводом, так как актриса не смогла отказаться от своей любви к театру ради семейной жизни. Вера также отказалась эмигрировать в США с художником-гримером Наумом Маркзицером, предпочтя остаться в Москве и продолжать свою карьеру. Третьей значимой личной связью для нее стал Яков Левитан, но и этот роман закончился разочарованием из-за его пристрастия к алкоголю. Вере пришлось пережить множество трудностей, включая автомобильные аварии, которые привели к ухудшению здоровья. Ее карьера в Ленкоме завершилась в 90-е годы, когда актрисе перестали предлагать роли. Трагический уход Веры Ивлевой в 1999 году оставил множество вопросов. Ее тело было найдено спустя два месяца после исчезновения, и обстоятельства ее гибели остаются загадкой. Несмотря на трудности, Вера Ивлева оставила после себя светлую память как талантливая комедийная актриса и добрый человек, чьи роли продолжают вызывать улыбки у зрителей. Проклятие одной роли Натальи Бугунова Наталья Бугунова – имя, которое в 70-х годах прошлого века знали и любили миллионы. Ее путь к славе начался с роли в фильме «Вступление», когда она была еще совсем юной. Однако настоящая популярность пришла к актрисе после выхода на экраны фильма «Большая перемена», где она сыграла роль Светланы Афанасины, учительницы русского языка и литературы. Ее образ стал визитной карточкой актрисы и навсегда покорил сердца зрителей. Наталья обладала невероятной красотой и талантом, что делало ее одной из самых популярных актрис своего времени. Она была той самой снегурочкой из фильма «Весенняя сказка», которая очаровывала своей нежностью и хрупкостью. Внешность, словно сошедшая с экрана, и природный дар актрисы позволили ей быстро завоевать признание как среди зрителей, так и среди коллег по цеху. Но, несмотря на всесоюзную известность и любовь публики, судьба Натальи сложилась непросто. За фасадом успеха скрывались личные драмы и испытания, с которыми ей приходилось справляться в одиночку. Ее жизнь была полна как ярких взлетов, так и глубоких падений, которые в конечном итоге отразились на ее карьере и здоровье. Сегодня мы вспомним эту талантливую актрису, чья жизнь и уход окутаны множеством загадок и домыслов. Наталья Богунова родилась в культурной столице России, Ленинграде, в апреле 1948 года. С раннего детства у нее была любовь к искусству, особенно к танцам. Ее мечта стать балериной привела Наталью в балетную школу при Мариинском театре, куда она поступила в возрасте 10 лет. Девочка, обладая удивительной грацией и редкой красотой, сразу же выделялась среди своих сверстников. Однако судьба распорядилась иначе. В один из дней в балетный класс пришел режиссер Игорь Таланкин в поисках юных талантов для своего нового фильма «Вступление». Именно тогда Наталья, еще не задумывавшаяся о карьере в кино, получила свою первую роль. Это событие стало началом ее долгого пути в кинематограф. Дебют в кино открыл перед Натальей новые горизонты. Через два года она снялась в фильме «До свидания», «Мальчики», который принес ей первую известность. Однако съемки в кино нарушили ее строгий балетный режим. И вскоре Наталья поняла, что возвращаться на балетную сцену будет сложно. Набрав вес, она решила оставить балетную карьеру и полностью посвятить себя актерскому мастерству. После окончания школы Наталья поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова. Ее педагогом стал известный актер и режиссер Борис Бабочкин, который называл Богунову «неземной красавицей с чистой душой» и считал одну из самых талантливых студенток своего курса. Обучение в институте стало важной вехой в ее жизни, и уже в это время она начала активно сниматься в кино, завоевывая все больше поклонников. В начале 70-х годов Наталья Богунова стала настоящей звездой советского кино. Ее талант и необычайная харизма сделали ее одной из самых востребованных актрис. Одной из первых значительных работ стала роль Дейзи в фильме «Бегущая по волнам», где Наталья проявила себя как мастер перевоплощения и привлекла внимание к своему дару. Однако настоящая слава пришла к актрисе с выходом на экраны музыкального фильма «Весенняя сказка» в 1971 году. Здесь Наталья исполнила роль Снегурочки, нежной, хрупкой и сказочной героини, которая словно была создана для нее. Этот образ стал символом ее карьеры и закрепил за ней статус одной из главных кинодиф Советского Союза. Но, пожалуй, самым ярким моментом в ее карьере стала роль Светланы Афанасьевны, учительницы русского языка и литературы, в фильме «Большая перемена». Этот проект стал настоящим хитом, и о Наталье заговорила вся страна. Ее персонаж был любим зрителями за интеллигентность, теплоту и обаяние. Наталья вспоминала, что, получив предложение от режиссера Алексея Коренева прочитать сценарий и выбрать роль, она сразу же остановила свой выбор на этой героине, уверенная, что ее будут любить всегда. «Большая перемена» принесла Наталье всесоюзную известность и закрепила ее в ряду самых популярных актрис того времени. На экране она и ее партнер по фильму, Александр Збруев, выглядели такой красивой парой, что зрители даже предполагали роман между ними за пределами съемочной площадки. Однако их отношения оставались исключительно профессиональными. Эти роли стали решиной карьеры Богуновой, и хотя ее дальнейший путь в кино оказался менее блестящим, образы, созданные ей в эти годы, остались в памяти зрителей навсегда. Они стали классикой советского кино и продолжают вдохновлять новые поколения зрителей своим очарованием и искренностью. Личная жизнь Натальи Богуновой была не менее интересной и насыщенной, чем ее карьера в кино. В молодости она познакомилась с Александром Стефановичем, студентом режиссерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова. Их роман был стремительным и полным юношеской страсти. Весной 1968 года они начали встречаться, а уже в августе того же года, на фоне известных событий в Чехословакии, они сыграли свадьбу. Александр Стефанович вспоминал о Натальи как об очаровательной девушке, в которую он влюбился с первого взгляда. Вдова Михаила Булгакова, Елена Сергеевна, с которой Стефанович и дружил, была в восторге от Наталии и подарила ей роскошное свадебное платье. Молодая пара была частью светской жизни того времени, посещая приемы в американском посольстве и общаясь с известными личностями, такими как Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский. Однако, несмотря на всю романтику и искренние чувства, их брак не оказался долгим. Слишком рано вступив в семейную жизнь, они не смогли сохранить свои отношения. Семь лет совместной жизни завершились разводом, после которого Александр Стефанович стал первым мужем Аллы Пугачевой, а Наталья больше не решилась на создание семьи. Отсутствие детей и личные разочарования оставили свой след в жизни актрисы. Наталья часто вспоминала о своих ошибках и сожалениях, связанных с молодостью, когда ее карьера стояла на первом месте. Ее личная жизнь оставалась загадкой для многих, так как после развода она предпочитала не афишировать свои отношения, и о ее романах ничего не было известно. Несмотря на все испытания, Наталья Богунова оставалась сильной и независимой женщиной, которая продолжала идти вперед, несмотря на трудности. Ее личная жизнь, как и карьера, была полна взлетов и падений, которые сделали ее судьбу еще более интересной и многогранной. Слава и успех, которые пришли к Наталье Богуновой в 70-х годах, сопровождались и непростыми испытаниями, которые повлияли на ее жизнь и карьеру. Несмотря на всесоюзную любовь и признание, ее судьба сложилась далеко не без опцион. Проблемы со здоровьем начали беспокоить актрису еще в 80-х годах. Коллеги по театру имени Моссовета заметили, что Наталья странно себя ведет. На сцене она могла неожиданно начать петь текст своей роли или звонить коллегам среди ночи, а потом не помнить об этом. Первоначально это списывали на нервный срыв, вызванный стрессом и творческой невостребованностью. Однако вскоре стало ясно, что все гораздо серьезнее. Наталью увезли в психиатрическую больницу прямо из театра, где ей поставили диагноз, который стал настоящим испытанием – шизофиния. Ее состояние усугублялось весной и осенью, и в эти периоды близкие вынуждены были вызывать скорую помощь, чтобы актриса могла получить необходимую медицинскую помощь. Сложности с психическим здоровьем серьезно повлияли на ее карьеру. В 80-е годы прошли без ярких ролей, и Наталья все реже появлялась на экранах. Она переживала из-за того, что ее типаж интеллигентных и чистых героинь перестал быть востребованным в кино. Режиссеры предлагали ей пробы, которые она успешно проходила, но в итоге утверждали других актрис. Эти разочарования приводили к нервным срывам и только усугубляли ее состояние. Уход из театра Наталья объясняла уклончиво, упоминая о долгой неприятной истории, предшествовавшей этому решению. В 2010 году ее состояние ухудшилось после утраты матери, которая была ее единственным близким человеком. Эти потери и неудачи оставили Наталью в одиночестве, что безусловно отражалось на ее самочувствии и мировосприятии. Несмотря на все трудности, Наталья Богунова оставалась сильной личностью, пытающейся найти свое место в мире, который изменился для нее так резко и неожиданно. Ее история – это рассказ о борьбе и стойкости, о том, как непросто быть на вершине славы и одновременно оставаться человеком, уязвимым перед жизненными испытаниями. После бурного начала карьеры и всенародной известности Наталья Богунова постепенно отошла от активной творческой деятельности. 80-е и 90-е годы стали для нее временем затишия как в профессиональном, так и в личном плане. После ухода из театра имени Муссовета, где она проработала 17 лет, Наталья почти не появлялась на публике. Ее последней работой в кино стала эпизодическая роль в фильме «Бег по солнечной стороне» в 1992 году. Это был один из немногих проектов, в которых актриса приняла участие после своего звездного периода в 70-х. К сожалению, ее талант и харизма оказались невостребованными в изменивших сериалех кинематографа. Наталья все больше замыкалась в себе, проводя время в одиночестве. Ее психическое здоровье оставалось нестабильным, и она часто бывала в медицинских учреждениях для получения необходимой помощи. Одиночество и отсутствие поддержки со стороны близких людей усугубляли ее состояние, и она все больше удалялась от мира, который когда-то ее обожал. Однако даже в это непростое время Наталья нашла в себе силы не сдаваться. Она продолжала жить в Москве, в одной из квартир, которая осталась у нее после попыток мошенников отобрать ее имущество. Несмотря на трудности, Наталья сохраняла независимость и старалась оставаться на плаву, сдавая одну из квартир и обеспечивая себя необходимыми средствами. Ее жизнь в последние годы была скрыта от посторонних глаз, и мало кто из поклонников и коллег знал о том, через что ей приходится проходить. Наталья Богунова оставалась человеком с богатым внутренним миром и сложным характером, который не всегда был понят окружающим. Ее судьба – это история о том, как непросто совмещать славу, личные переживания и борьбу с недугами, которые могут настигнуть самый неожиданный момент. Уход Натальи Богунова из жизни стал неожиданностью для многих. В августе 2013 года, во время отдыха в Греции, ее жизнь оборвалась. Несмотря на то, что Наталья давно не появлялась на публике, ее имя все еще оставалось в памяти многих зрителей, которые с любовью вспоминали ее образы на экране. В последние дни, находясь на курорте, Наталья привлекла внимание окружающих своим необычным поведением. Персонал отеля, обеспокоенный ее состоянием, вызвал врачей, но, к сожалению, помощь пришла слишком поздно. Наталья Богунова покинула этот мир на 66-м году жизни. Прощание с актрисой прошло в Москве, в траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента Российской Федерации. На церемонию пришло около 20 человек, те, кто помнил ее как талантливую актрису и светлого человека. Ее тело было кремировано, и прах захоронен в колумбарии Ваганьковского кладбища. Несмотря на все испытания и трудности, Наталья Богунова оставила значительный след в истории советского кинематографа. Ее образы в фильмах «Весенняя сказка» и «Большая перемена» остаются любимыми миллионами зрителей, а сама Наталья – символом талантливой и неповторимой актрисы, чья жизнь и уход окутаны загадками. Память о Наталье Богуновой продолжает жить в сердцах тех, кто знал ее лично, и тех, кто восхищался ее талантом через экран. Ее судьба напоминает нам о хрупкости человеческой жизни и о том, как важно ценить каждый момент, проведенный с близкими и любимыми людьми. Жизнь Натальи Богуновой – это история о восхождении к славе, испытаниях и поиске своего пути в мире, который не всегда был к ней благосклонен. Ее карьера началась стремительно и ярко, но вскоре неожиданно пошла на спад, оставив множество вопросов и предположений. Несмотря на все трудности, Наталья оставалась человеком с невероятной стойкостью и внутренней силой. Ее талант и красота завоевали сердца миллионов, и даже спустя годы после ухода из жизни она остается в памяти зрителей. Ее образы в кино – это не просто роли, это отражение ее души и характера, которые она вложила в каждую свою работу. Наталья Богунова была не только актрисой, но и символом эпохи, когда кинематограф был важной частью жизни каждого советского человека. Трагические события последних лет ее жизни и загадочное поведение остаются темой для размышлений и обсуждений. Наталья ушла из жизни в одиночестве, но ее наследие продолжает жить. Для многих она остается примером того, как важно сохранять достоинство и веру в себя, даже когда судьба преподносит непростые испытания. История Натальи Богуновой напоминает нам о том, что за фасадом славы и успеха могут скрываться личные драмы и борьба, о которой известно лишь немногим. Ее жизнь и уход из нее остаются загадкой, но память о ней живет в сердцах тех, кто любил и ценил ее талант. Пусть ее история будет уроком и напоминанием о том, как важно поддерживать друг друга и ценить каждый миг, проведенный вместе с теми, кто нам дорог. Зои Федорова – имя, которое навсегда останется в истории советского кино. Яркая звезда с непростой судьбой, она стала символом целой эпохи. Ее талант и форизма покорили миллионы зрителей, но за блеском ее актерской карьеры скрывались драматические испытания и загадки, которые по сей день вызывают интерес. Жизнь Зои Федоровой была полна взлетов и падений, а ее загадочная гибель в 1981 году оставила множество вопросов без ответов. В этом рассказе мы попытаемся раскрыть тайны судьбы одной из самых известных актрис советского кино, чья жизнь оказалась насыщенной событиями и неожиданными поворотами. Зои Федорова родилась в Санкт-Петербурге 21 декабря 1909 года в семье, казалось бы, далекой от мира искусства. Ее отец, Алексей Федоров, был рабочим, а после революции занял должность руководителя паспортной службы в Кремле. Мать Зои была домохозяйкой. Когда девочке исполнилось 9 лет, семья переехала в Москву, город, ставший для Зои местом, где осуществились ее мечты о сцене. С самого детства Зоя проявляла артистические наклонности и блистала в школьном театральном кружке. Однако родители не воспринимали всерьез ее увлечения, считая это лишь временной прифотью. Под давлением отца Зоя начала работать счетчицей в госстраха СССР. Однако скучные будни не могли заглушить ее стремление к творчеству. В 1930 году она поступила в училище при Театре революции, где вскоре обратила на себя внимание талантливых режиссеров. Карьера Зои Федоровой на экране началась с небольших ролей в фильмах «Встречный» и «Гармонь». Но именно роль в картине «Подруги» принесла ей всесоюзную популярность. С этого момента она стала одной из самых ярких актрис своего времени. Ее талант и харизма поколили сердца зрителей, а многие молодые люди мечтали о том, чтобы связать свою судьбу с этой удивительной женщиной. Однако вместе с успехом на Зою посыпались испытания, которые проверили ее на прочность. Но это была лишь первая глава в захватывающей и полной загадок истории ее жизни. Личная жизнь Зои Федоровой была стой же насыщенной и драматичной, как и ее карьера. Еще в студенческие годы она вышла замуж за актера Леонида Вейцира, но союз быстро распался. Вскоре Зоя связала свою судьбу с оператором Владимиром Рапопортом. Но и этот брак завершился разводом. Третьей возлюбленной актрисы, летчик Иван Клещев, стал для нее особенной страницей в жизни. Он был героем Советского Союза, но, к сожалению, их совместное счастье оказалось недолгим. Клещев трагически погиб в 1942 году. Однако трудности в личной жизни были лишь части испытаний, выпавших на долю Зои. Семейные несчастья начались еще до гибели Клещева. В 1936 году ее мать заболела, и, несмотря на усилия найденного отцом немецкого врача, не смогла побороть болезнь. Этот случай стал поводом для доноса на ее отца, Алексея Федорова, которого обвинили в шпионаже и приговорили к десяти годам лагерей. Несмотря на такое тяжелое бремя, Зоя не сдалась. Она, уже ставшая лауреатом Сталинской премии, обратилась за помощью к наркому внутренних дел, Лаврентию Берии, чтобы добиться досрочного освобождения отца. Берия действительно помог, но, как оказалось, эта помощь имела свою цену. Ходили слухи о его домогательствах, и однажды, защищая свое достоинство, Зоя нанесла ему оскорбление. Это могло вызвать его гнев и желание отомстить, что только добавило новых испытаний в ее жизни. Так, несмотря на успехи в карьере, личная жизнь Зои Федоровой была наполнена драматическими событиями и испытаниями, которые она стойко переносила. Эти события лишь усилили ее характер и сделали ее еще более сильной и решительной. Зоя Федорова стала известной не только благодаря своему таланту, но и благодаря непростым отношениям с властью, которые сыграли значительную роль в ее жизни. В 30-е и 40-е годы ее карьера развивалась стремительно, и она быстро стала одной из любимец советской публики. Однако ее успехи привлекли внимание не только зрителей, но и высокопоставленных чиновников. Среди них был Лаврентий Берия, нарком внутренних дел, который не оставил без внимания харизматичную актрису. Известно, что Федорова обратилась к нему с просьбой о помощи в освобождении отца из лагерей, и Берия действительно поспособствовал в этом вопросе. Однако его интерес к Зое не ограничивался только добрыми делами. Ходили слухи, что он оказывал на нее давление и даже проявлял недвусмысленные знаки внимания. Однажды, не выдержав домогательств, Федорова оскорбила его, что могло вызвать его недовольство и желание отомстить. Отношения с Берией оказались лишь началом череды испытаний, связанных с властью. В 1946 году актрису обвинили в шпионаже в пользу Соединенных Штатов Америки после ее короткого романа с американским дипломатом Джексоном Тейтом. Эти обвинения стали причиной ее ареста и последующего заключения. Зоя провела долгие годы в темниковских лагерях и Владимирском централе, где столкнулась с жестокими условиями и тяжелыми испытаниями. Несмотря на все трудности, которые принесло ей взаимодействие с властью, Зоя Федорова продолжала бороться за свою жизнь и свободу. Ее история стала символом стойкости и мужества в условиях, когда многие могли бы сломаться. Взаимодействие с властью оставило глубокий след в ее судьбе, но не смогло заглушить ее талант и стремление к свободе. Заключение стало для Зои Федоровой тяжелым испытанием, которое она мужественно преодолела. В 1947 году, после обвинения в шпионаже, ей вынесли суровый приговор – конфискация имущества и 25 лет в темниковских лагерях. Позже ее перевели в Владимирский централ, где условия были не менее суровыми. Несмотря на все тяготы, Зоя сумела сохранить внутреннюю стойкость и не потерять надежды на освобождение. В лагере судьба свела ее с другой известной личностью – Лидией Руслановой, певицей, которая также стала жертвой репрессий. И в дружба помогла Зоя выжить в нелегких условиях и сохранять бодрость духа. В тюрьме у Зои не было возможности развивать свой талант, но она продолжала мечтать о возвращении на сцену. В 1955 году, спустя 9 лет заключения, Зоя Федорова была реабилитирована и освобождена. Однако на свободе ее ждала новая проблема – отсутствие жилья. На помощь пришла Лидия Русланова, приютившая бывшую сокамерницу у себя. Зоя постепенно начала восстанавливать свою жизнь и карьеру, хотя это было нелегко. Освобождение стало для Зои началом нового этапа. Ей удалось устроиться в театр-студию киноактера и снова начать сниматься в фильмах, пусть и в эпизодических ролях. Эти годы были временем восстановления и поиска себя в изменившемся мире. Несмотря на все испытания, которые выпали на ее долю, Зоя продолжала идти вперед, демонстрируя несгибаемую волю и любовь к искусству. Жизнь в заключении оставила неизгладимый след в ее судьбе, но Зоя Федорова сумела преодолеть трудности и вернуться к своей страсти – актерскому мастерству. Ее история стала примером стойкости и силы духа, вдохновляя многих на борьбу за справедливость и свободу. После освобождения Зоя Федорова вернулась в мир кино и театра, которые были ее истинной страстью. Хотя ее карьера уже не была такой блистательной, как прежде, она не оставляла попыток вновь завоевать сердца зрителей. Вступив в труппу театра-студии киноактера, Зоя начала получать эпизодические роли в фильмах, которые, несмотря на их небольшую значимость, позволяли ей оставаться в профессии и чувствовать себя востребованной. Одной из таких ролей стала ее работа в фильме «Москва. Слезам не верит», где Зоя сыграла эпизодическую, но запоминающуюся роль. Несмотря на то, что ей не предлагали главные роли, зрители по-прежнему любили ее за неподражаемый талант и искренность, с которой она воплощала своих персонажей. Середина 70-х годов принесла неожиданные изменения в ее жизни. Зоя получила роскошную трехкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте, которая стала символом улучшения ее финансового положения. Поговаривали, что этому способствовали ее связи с Галиной Брежневой, дочерью генерального секретаря Леонида Брежнева. Благодаря этой дружбе и увлечению Галиной драгоценностями, Зоя могла заниматься спекуляциями с антиквариатом и драгоценными камнями, что существенно улучшило ее материальное положение. Несмотря на все тяготы, которые выпали на ее долю, Зоя Федорова не потеряла оптимизма и продолжала жить полной жизнью. Она сумела вернуться в профессию, которая была ее призванием, и наслаждалась каждым моментом своей работы. Зоя оставила свой след в истории советского кино, и ее талант продолжал вдохновлять и радовать зрителей. Последние годы жизни Зои Федоровой были полны как светлых, так и тревожных моментов. Ее карьера в кино продолжалась, пусть и в формате эпизодов, а жизнь в новой квартире на Кутузовском проспекте дала возможность насладиться комфортом и стабильностью. Однако вместе с этим на горизонте появились и новые испытания. Важную роль в последнем этапе ее жизни сыграла дружба с Галиной Брежневой. Это знакомство привело Зою в круг людей, увлеченных драгоценностями и антиквариатом. Поговаривали, что Зоя активно участвовала в так называемой бриллиантовой мафии, занимаясь спекуляцией драгоценными камнями и произведениями искусства. Эти деловые связи позволили ей значительно улучшить финансовое положение, но, возможно, стали причиной ее последующих бед. В те годы Зоя всерьез задумалась об эмиграции, особенно после того, как ее дочь Виктория перебралась в Соединенные Штаты Америки. Зоя несколько раз навещала дочь и даже начала оформлять документы для выезда за границу. Однако, несмотря на свои старания, она так и не смогла осуществить эту мечту. 10 декабря 1981 года стала роковым днем в жизни Зои Федоровой. Ее нашли в собственной квартире, и обстоятельства ее ухода из жизни до сих пор остаются загадкой. Существует множество версий о том, кто мог быть причастен к этому трагическому событию. Одни утверждали, что это было связано с ее участием в бриллиантовой мафии, другие, что причиной стала ее деятельность или связи с зарубежьем. Зоя Федорова ушла, оставив за собой множество вопросов и нерешенных загадок. Ее жизнь и трагический конец продолжают вызывать интерес и обсуждение, а ее талант и вклад в кино остаются в памяти зрителей, как одна из ярких страниц в истории советского искусства. Жизнь и творчество Зои Федоровой оставили неизгладимый след не только в советском кинематографе, но и в сердцах ее близких и поклонников. Несмотря на все испытания, которые выпали на ее долю, Зоя смогла сохранить свою любовь к искусству и передать ее следующему поколению. Дочь Зои, Виктория Федорова, пошла по стопам матери, выбрав актерскую профессию. Ее карьера была успешной как в СССР, так и в Соединенных Штатах Америки, куда она переехала, чтобы воссоединиться с отцом. Виктория сыграла в нескольких фильмах и, несмотря на непростую судьбу, оставила свой след в мире кино. Она также написала книгу «Дочь Адмирала», посвященную своей матери, в которой поделилась воспоминаниями и переживаниями, связанными с их непростой семейной историей. Судьба семьи Федоровых, к сожалению, была полна драматических событий. После ухода из жизни Зои, ее племянница Нина также столкнулась с трудностями и загадочными обстоятельствами, которые, возможно, стали продолжением семейного проклятия. История их рода – это история о стойкости и борьбе, о том, как даже в самых сложных условиях можно сохранять человечность и стремление к лучшему. Зои Федорова остается в памяти зрителей, как талантливая актриса, чья жизнь была полна испытаний и загадок. Ее работы в кино продолжают вдохновлять и радовать поклонников, а ее жизненная история служит напоминанием о стойкости и мужестве перед лицом самых серьезных испытаний. Память о Зое живет в фильмах, книгах и воспоминаниях тех, кто знал и любил ее. А наследие, оставленное ею, продолжает жить в сердцах многих людей. История жизни Зои Федоровой – это не только рассказ о том, как талантливая актриса преодолела множество преград на своем пути к успеху, но и о том, как она осталась верна своим принципам и мечтам, несмотря на все испытания. Ее судьба – один из примеров того, как сложные исторические и личные обстоятельства могут повлиять на жизнь человека, но не лишить его внутренней силы и стремления к самовыражению. Зоя оставила после себя богатое культурное наследие. Ее работы в кино, пусть и не всегда в главных ролях, стали важной частью советского киноискусства. Ее персонажи, наполненные искренностью и жизненной правдой, продолжают вызывать симпатию и уважение зрителей. Жизнь Зои Федоровой – это также история о стойкости и мужестве всех тех, кто, несмотря на трудности, продолжает идти своим путем и не сдаваться. Ее трагическая гибель оставила много вопросов, которые, возможно, никогда не найдут своих ответов. Однако память о Зои Федоровой жива в ее творческих достижениях и в сердцах тех, кто ее знал и любил. Она остается символом эпохи, которая, несмотря на все свои противоречия, подарила миру многих талантливых и значимых людей. Пусть ее история продолжает вдохновлять и служить напоминанием о том, что даже в самые трудные времена важно оставаться верным себе и своим мечтам. Судьба Кионны Игнатовой – яркое солнце советского кинематографа Кионна Игнатова появилась на свет в Москве 26 сентября 1934 года. Ее происхождение было столь же интересным, как и сама актриса. Отец, Николай Алексеев, был наполовину якутом и работал этнографом, а мать – русская балерина. Именно от отца Кионна получила свое необычное имя, которое на якутском языке означает «солнце». Когда Кионна была еще совсем маленькой, ее родители расстались. Воспитанием девочки занимались мама, а также бабушка и дедушка, который был бывшим военным моряком. Смешение якутских, русских и еврейских корней подарило ей удивительную красоту и выразительные темные глаза, которые позже покорили сердца тысячи зрителей. Кионна рано проявила интерес к сцене и в 1953 году поступила в театральное училище имени Щукина. Там она училась на курсе у Цицилии Мансуровой, однако в 1958 году курс выпускал Иосиф Ропопорт. Среди ее однокурсников были будущие звезды советского кино Вячеслав Шалевич и Василий Лановой. Будучи студенткой, Кионна уже начала свою карьеру в кино, сыграв главную роль в фильме «Ляна», что послужило началом ее яркого пути в мире искусства. Кинематографическая карьера Кионны Игнатовой началась стремительно и успешно. В 1955 году, еще будучи студенткой, она сыграла свою первую значимую роль в фильме «Ляна» режиссера Бориса Барната. Этот фильм моментально сделал ее известной на весь Советский Союз. Ее выразительная внешность и талант поколили сердца зрителей, и Кионна быстро заняла место среди самых ярких звезд советского кино конца 1950-х, начала 1960-х годов. Успех фильма «Ляна» открыл перед ней множество дверей. Кионна продолжила свою карьеру в кино, сыграв одну из центральных ролей в фильме «Долгий путь», который снял Леонид Гайдай. Эта работа укрепила ее статус и принесла еще большую популярность. Несмотря на ее стремительное восхождение, Кионна всегда оставалась верной театру. После окончания Щукинского училища она была принята в Московский театр драмы и комедии, где сразу заняла ведущее положение. Здесь она исполнила роли в таких постановках, как «Тихий американец», на хуторе близ Диканьки и «Соседи по квартире». Кионна Игнатова была не только красивой, но и невероятно талантливой актрисой. Ее актерская игра и обаяние сделали ее одной из любимец публики, а ее фильмы стали классикой советского кинематографа. Личная жизнь Кионны Игнатовой была столь же насыщенной и драматичной, как и ее карьера. Еще в институте она вышла замуж за актера Вячеслава Соколова. В 1958 году у них родился сын Петр. Несмотря на то, что их брак оказался недолговечным, Кионна и Вячеслав смогли сохранить хорошие отношения. Вячеслав вскоре женился вновь, но общение с сыном не прерывалось. На съемках фильма «Долгий путь» Кионна познакомилась с Владимиром Белокуровым, народным артистом, известным по ролям шпионов и героических персонажей. Эта встреча стала судьбоносной. Между ними возникло глубокое чувство, и вскоре Владимир стал ее вторым мужем. Белокуров был старше Кионны на 31 год, но это не помешало их союзу. Он ухаживал за ней с невероятной трепетностью, каждый день даря розы, срезанной со стеблей, чтобы она не уколола пальцы. Однако, несмотря на всю красоту их отношений, этот брак оказался непростым. Белокуров, будучи опытным и популярным актером, оказывал значительное влияние на Кионну, что вскоре отразилось на ее карьере. Он был ревнивым мужем и часто ограничивал ее в профессиональных возможностях, что в дальнейшем сказалось на ее карьере в театре и кино. Эти испытания любви стали серьезным вызовом для Кионны. Однако она, несмотря на все трудности, продолжала искать свои счастья и оставаться верной себе. После замужества с Владимиром Белокуровым карьера Кионны Игнатовой начала угасать. Переход в Амхат в 1961 году, который мог бы стать новым этапом в ее профессиональной жизни, к сожалению, не оправдал ожиданий. Белокуров, будучи весьма ревнивым и настойчивым в своих убеждениях, стремился контролировать жизнь своей жены, включая ее творческую деятельность. Кионна получила несколько ролей в «Мхате», среди которых была роль жены Калитина в «Дворянском гнезде», а также Катя в «Точке опоры» и Варя в «Бронепоезде» 1469. Однако ее участие в спектаклях ограничивалось лишь эпизодическими ролями, и она на протяжении 25 лет играла горничную в «Трех сестрах». Кинопредложения также стали редкостью, и ее экранные работы свелись к минимуму. Белокуров, несмотря на свою любовь к Кюне, не мог мириться с ее популярностью и старался удержать ее в тени. Он даже ставил условия для ее участия в фильмах. Например, в фильме «Взрыв после полуночи» он настоял на том, чтобы также получить пусть и небольшую роль, чтобы всегда быть рядом с ней. Кюнна постепенно смирилась с такой жизнью. Хотя ее талант оставался нереализованным, она находила утешение в преподавании актерского мастерства во ВГИКе, где ее очень любили студенты. Несмотря на это, ее творческая энергия так и не получила полного раскрытия, и годы, которые могли бы стать пиком ее карьеры, прошли в ожидании новых возможностей, которые так и не представились. В начале 1970-х годов в жизни Кюнны Игнатовой произошли значительные перемены. Она встретила актера Александра Дика, который был младше ее на 14 лет. Их отношения развивались стремительно, и вскоре Кюнна решила уйти от Владимира Белокурова. Узнав о ее новом романе, Белокуров, несмотря на болезненные чувства, дал ей развод и даже разменял свою квартиру, чтобы обеспечить Кюне и ее сыну отдельное жилье. Однако новый брак не стал залогом спокойной и счастливой жизни. Александр Дик, хоть и был моложе, не смог наладить отношения с сыном Кюнны, Петром. Между ними часто возникали конфликты, и в семье снова не было гармонии и взаимопонимания. Сама Кюнна тоже переживала непростые времена. Несмотря на любовь и заботу, ее отношения с Диком были не всегда ровными. Периодические ссоры и разногласия приводили к временным расставаниям, после которых они вновь сходились. Эти эмоциональные качели отражались на ее психоэмоциональном состоянии. В это же время отношения с сыном также оставляли желать лучшего. Петр, переживавший свои собственные сложности, не всегда находил общий язык с матерью. Ситуация усугубилась, когда они поссорились настолько, что Кюнна даже написала заявление в милицию о побоях, хотя Петр утверждает, что никогда не поднимал на мать руку. Эти обстоятельства стали серьезным испытанием для Кюнны Игнатовой. Но даже в такие сложные моменты она не теряла надежды на лучшее и продолжала искать свое место в жизни, стремясь к гармонии и счастью. В последние годы своей жизни Кюнна Игнатова столкнулась с чередой личных и профессиональных трудностей. Неудачи в личной жизни и напряженные отношения с сыном Петром стали источником постоянного стресса. Хотя ее профессиональная деятельность в театре не приносила удовлетворения, она продолжала играть эпизодические роли и преподавать актерское мастерство, чему находило утешение. В 1988 году произошли события, которые навсегда останутся загадкой. В феврале Кюнна не пришла на репетицию, и коллеги начали беспокоиться. На следующий день ее обнаружили в ее квартире, лежащей без сознания. Вскоре актрису доставили в больницу, где она так и не пришла в себя и ушла из жизни спустя два дня. Причины ее ухода до сих пор вызывают вопросы и споры. Официальной причиной была указана острая сердечная недостаточность и кровоизлияние в мозг. Некоторые предполагали, что она потеряла равновесие и ударилась головой. Близкие коллеги отвергали версию самоубийства, утверждая, что Кюнна строила планы на будущее и не находилась в состоянии депрессии. Этот загадочный финал стал неожиданным и трагичным завершением жизни актрисы, которая когда-то была одним из ярчайших светил советского кино. Несмотря на все трудности, ее история продолжает жить в сердцах поклонников и напоминает о том, как сложна и непредсказуема может быть судьба. Кюнна Игнатова оставила после себя не только фильмы и театральные роли, но и глубокий след в сердцах тех, кто ее знал и любил. Ее яркий талант, необычная внешность и искренность на экране сделали ее одной из знаковых фигур советского кинематографа. Хотя ее карьера была короткой, она сумела оставить неизгладимое впечатление, и ее работы продолжают вызывать интерес и восхищение у любителей кино. Сын Кюнны, Петр, вспоминает о матери с теплотой и сожалением. Несмотря на все сложности в отношениях, он признает ее влияние на свою жизнь и сожалеет о том, что не всегда был с ней близок. Кюнна мечтала о внуках, и хотя она не дожила до их рождения, память о ней бережно хранится в семье. История Кюнны Игнатовой напоминает нам о том, как важно ценить каждый момент жизни и находить время для близких. Ее судьба, полная взлетов и падений, остается примером того, как талант и красота могут стать как благословением, так и испытанием. Сегодня ее фильмы и спектакли продолжают жить, привлекая новых зрителей и поклонников. Хотя ее жизнь оборвалась слишком рано, Кюнна Игнатова навсегда останется в истории, как яркая звезда советского кино, чья история продолжает вдохновлять и трогать сердца. Пять судеб, пять ярких звезд, погаших слишком рано. История этих актрис напоминает нам о том, что за блеском софитов и всенародной славой часто скрывается хрупкость человеческой жизни, борьба с личными демонами и непредсказуемость судьбы. Их творческое наследие продолжает жить, напоминая о таланте, красоте и силе духа, которые помогали им преодолевать трудности и дарить радость зрителям.